22 декабря 2018 года, суббота, 19 часов 03 минуты вечера Алло Старший дознаватель отдела МВД России по городу Москве по району Вишняки Гордеева Ирина Николаевна Алло, привет, Иль Привет Как дела? Нормально, когда в наших краях будет примерно Ну, может на следующей неделе, а что там за допрос-то? Ты знаешь что, помнишь, ты был понятым, там притон был, жулик, ну проститутки были, блять, нижегородки Он нас потом скигнул, жулик, просто в розыске был два года Сейчас вас удержали, он у меня арестованный, ну именно допрос твой, ты там понятым был Два года назад? Да, да, ну, там был закупщик Ну, ты приедешь, почитаешь, да просто вспомнишь Там еще был этот Василенко брат, понятым старый, Ярослав Василенко Роман Александрович Оперу полномочный уголовного розыска отдела МВД России по городу Москве по району Вишняки Василенко Ярослав его родной младший брат УПК РФ статья 60 Понятой 1. Понятой, не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия 2. Понятыми не могут быть 1. Несовершеннолетние 2. Участники уголовного судопроизводства Их близкие родственники и родственники 3. Работники органов исполнительной власти 3. Наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности или предварительного расследования 3. А ты написала? 3. Напечатала, да? Ну ладно, на следующей неделе попробуем 2. Перед Новым годом. Чтобы я уже подготовила. 3. Но ты уже напечатала. 3. На следующей неделе приеду 3. В понедельник точно нет Уже в город А ну тогда во вторник, вот так вот. Ладно, попробую. В вторник, в среду. Угу. Так, это у нас старший дознаватель МВД Вишники, Гордеева Ирина Николаевна. Так, допрос уже за меня напечатали, хотя я ни хрена не помню, что там происходило. Считаешь, вспомнишь. Ну, как всегда. Вот так фальсифицируются доказательства по уголовным делам. А ведь человек, как видно из разговора, находится под стражей. Ну а теперь на сцене вновь появляется наша звезда Виктория Балакина. Заместитель начальника службы участковых в отделе полиции по району Новогиреева в городе Москва, которую вы знаете по предыдущим роликам. А кто не знает, далее мы покажем отрывки из ее подвигов. Так вот, наша Виктория не только виртуозно матерится, оскорбляет людей, и катается по тротуару на машине, но и также грешит фальсификациями допросов свидетелей. Здрасте, убирайте машиночку. Это Виктория Балакина, правильно? Виктория Балакина. Незнакомый фамилия, нет? Нет. Виктория, а что ж вы не пристегиваете-то? Нехорошо. Виктория Балакина. Тринадцатая. Тринадцатая, тринадцатая, сейчас. Так, по-моему, нет, не работал, с пятнадцатого работал. О, нам нужно твое содействие будет тогда. Ну, я сейчас уже к Новогирееву подъезжаю, минут через двадцать. Не, не сейчас. А, ну ты сможешь в контору подъехать? Ой, это контора, не, я сегодня только с конторой в шесть утра ушел. Понятно. Не, нам знаешь еще какое участие, что 13-го числа, там, свидетелем по-обычному, ты видел, как человек в подвал заходил, один. А, ты с кобелями, что ли? Ну да, да, да. А, хорошо, ну придиешь на опорную, набери. Алло. Алло, привет, звонил? Да, Виктор, звонил. Ну что там, где-то списаться тебе надо? Пока не, я сейчас за тебя черканула, потом, когда тебя вызовут, подъедешь и сам распишешься, а пока я спустянула. А, понятно, ты что-то напорным будешь? О, пока не знаю, я этот материал себе передать пытаюсь. А, ну вернешься обратно или домой сразу? Ну, не, вернусь, конечно, у меня материалы лежат просроченные, я не знаю сколько. Почему вы фасифицируете доказательства по уголовным делам? Почему вы подделываете подпись свидетелей? Скажите мне, пожалуйста. За чего вы это делаете? Сколько вы еще будете оставаться на службе? Не, 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 я с вами не пойду ни в коем случае, не хотите говорить, не надо. На эти вопросы Виктория нам не ответила, но можете ответить вы в комментариях под этим видео. А также следственные органы и руководство МВД, если много людей отправит обращение по ссылке в описании. Обязательно поставьте лайк и напишите как можно больше комментариев. Сделайте репост этого ролика. Подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. Также подпишитесь на второй канал Павлика, Телеграм-канал, Инстаграм и группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр. Ну а носителям погон мы напомним про существование Уголовного кодекса РФ, УК РФ статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности часть 2. Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание. Следователям, прокурорам или защитникам наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Часть 3. Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлекшие тяжкие последствия. Наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.